Приветствую вас и сразу хотел бы сказать, что то, что вы испытываете, то, что вы чувствуете, это нормально, абсолютно нормально. В этом нет ничего аномального, в этом нет ничего неестественного, и, в общем-то, ваша реакция, она вполне правильная, потому что вряд ли вы и кто-либо другой, еще, тем более, находящийся в состоянии кормления грудного, в состоянии вскармливания грудного, мог бы так вот реагировать. Значит, давайте сразу, что существует довольно много способов избавиться от ситуации, избавиться от этого состояния. Специалисты могут предложить вам и гипноз Эриксеновский, например, и НЛП, например, и, в общем-то, работа с дыханием, допустим. Эти способы, они помогут вам, если вы хотите быстро избавиться от этой проблемы. Именно быстро. При этом есть риск того, что проблема не исчезнет сама по себе, то есть, что она вас будет беспокоить какие-то непонятные страйки, какие-то непонятные переживания. И здесь, соответственно, правильнее было бы это все проговаривать. Правильнее было бы это все как-то вот пережить, возможно, вместе с психологом, да, то есть, как-то выговориться ему. И так далее. И так далее. Это было бы тоже хорошим вариантом решения вашей проблемы. Наконец, следующий момент. Момент такой, что вы могли бы просто-напросто отвлекаться сейчас и стараться получать новые впечатления. Вот. Новые эмоции. Новый опыт. Вот. И тем самым постепенно данная ситуация будет забываться. на самом деле, возможно, несколько вариантов, как вы, наверное, поняли. самым. Вот. Знаете, какая штука? Вот. Дальше идем. Теперь я попробую проанализировать вашу историю, вашу ситуацию и попробуем ее разобрать. Значит, вы с маленьким ребенком подошли к окошку, слышали стук, подумали, что дождь, хотели открыть штор, открыл, там ноги висят. Вот. Вот. Та шаг, который над нами я заключал, я стал звать музя. Вот. Значит, подумали, что человек, как бы, значит, подумали, что человек хочет броситься. Вот. Оказалось, что в петлю залезла. Вот. Получается. Я ходила... Я ходила в комнате и подошла в тот самый ужасный момент. У меня был шок. Ну... Значит... Здесь, конечно, очень важный момент. Почему вы так бурно отреагировали на это? То есть, понятно, что это неприятно. Понятно, что это не самое радостное событие. Но почему такая эмоциональная реакция? От чего она у вас? Может быть, вы испытывали и до этого какую-то тревожность? Может быть, вы испытываете нервное напряжение? Вот. И так далее. То есть, нужно этот момент обязательно прояснить. Понимаете? Ваш стресс... Стресс... Простое напряжение, которое сейчас... Оно вызвано диссонансом. Когнитивный диссонанс. То есть, вы вот... Жили-жили-жили. Да? Вот. И теперь вот такая ситуация произошла. То есть, ваш привычный мир... Ваша привычная картинка... Картинка... Мир. Вот. Она... Разрушилась. Появились новые данные. О которых вы никогда не догадывались. Ну, не догадывались о том, что так вообще может быть. На то, чтобы... Эти новые знания... Стали частью вашего восприятия. Частью вашей картинки. Нужно время. Вот. Нужно время. Значит... У вас началась паника. Это может быть как... Защитная реакция... Вашего организма. Так и... В общем-то... Вследствие... Какого-то еще... Глубинного... Переживания... Которое... Оказалось... Освобождено... В результате... Данной вот... Истории... Данной вот... Ситуации. То есть... Об этом... Вам... Также нужно подумать. Почему вы боитесь? Чего вы боитесь? Откуда у вас страх? И так далее. В принципе... Можно... Обратиться... К врачу... Чтобы вам... Пропизали... Репараты... Ну... Такие... Успокаивающие... Вот... Можно... В принципе... Самостоятельно пропить... Курс... Природных... Успокоителей... Вот... Чтобы... Ну... Было... Легче... Чтобы было... Свободнее... Чтобы чувствовать себя... Себя... Комфортнее... Вот... И... Параллельно с этим... А... Активно работать... Над... Своим восприятием... А... То есть... Как бы... Вас... Наверняка... Интересуют... Вопросы... Экзистенции... Сейчас... Активно... Непонимание... Того... А... Как человек... Мог... Ну... Сделать... Как человек... Мог... Допустить... Такую... Ну... Вот... Такое... Происшествие... Да... С собой... Как люди... Вообще... Так поступать... А... И... Непонимание... Этого... То есть... Непонимание... Того... Как... Это... Вообще... Стало... Возможно... Да... А... Для... Собственно... Говоря... Этого... Человека... Как... Вообще... Это... Что... Может... Происходить... Вам... Подобные вещи... Не... Ясны... И... Это... Понятно... Это... Нормально... И... Это... Требует... Определенных... А... А... Ну... Определенных... Усилий... Для... Понимания... Для... Интеграции... Наиболее... Безболезненной... Интеграции... В... Ваше... Восприятие... По-русски... И... Что... К... Вам... Именно... К... К... А... 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 Ситуация... Не имеет никакого отношения... Совершенно... То есть... Как бы... У людей... Были... Свои... Проблемы... А... Эта... Женщина... Оказалась... Во власти... Своих... Обстоятельств... Которые... У нее... Как бы... Ну... Были... Произошли... Имели место быть... Вот... И... Она... Брета... Не справилась... Вот... Вам... Необходимо... Определить... Источник... Именно... Той... Угрозы... Которую... Вы... Теперь... Чувствуете... Вам... Необходимо... Определить... В какую... Больную... Э... Или... Уязвимую... Часть... Вашей... Психики... Ударила... Вот... Эта... Ситуация... В... Какое... Что... Попала... Эта... Ситуация... Что... Она... Скрыла... Понимаете... Потому что... Если бы... Не было бы... Ничего... Ну... Вообще... Ничего... Если бы... Не было бы... Вряд ли... Вы... Как... Как... То... Испытывали... Ну... Негатив... Вряд ли... Бо... Испытывали... Что-то серьезное. То есть да, вы бы хотели бы, конечно, например, обезопасить своего ребенка, но сами бы вы в это состояние не впали бы. Потому что, ну, понимаете, что есть другой человек, есть другие люди, есть другие жизни. Вот. И к вам это все отношение, ну, имеется далеко не всегда. Вот. Поэтому ваше состояние, в которое вы впали, это состояние ассоциативное. То есть состояние беспомощности, состояние, может быть, бесконтрольности того, что, ну, произошло в бесконтрольности чего-то в вашей жизни, да, вот. И, как следствие, нарушение чувства безопасности. То есть либо это страх, например, перед тем, что кто-то еще может это сделать, но, опять же, если кто-то сделает, то какое отношение это имеет к вам? Ну, вот. Ну, может быть, например, вы боитесь, что это сделает, там, ну, может быть, ваш муж, может быть, кто-то еще из родных, допустим. Так, теперь вы знаете, что так может быть. Ну, вот. Но, необходимо понять, что... То, что произойдет, то, что произойдет, то, что произойдет с каждым из нас зависит только от нас. И ни от кого больше. И предотвратить все несчастные случаи невозможно. Поэтому вам нужно стараться только, чтобы между вами и вашими близкими все было хорошо. Чтобы между вами и вашими близкими было полное доверие. Нужно извлечь урок из этой ситуации и постараться, в первую очередь, в первую очередь, постараться сделать так, чтобы ни у кого из вашего окружения не возникло подобных мыслей. Для этого нужно стараться быть чуткой, внимательной, вежливой, положительной, позитивной и так далее. То есть, все вот эти вот вещи, да, человеческая жизнь, люди, отношения, по идее, вам, ну, должны, должны, для вас, по идее, для вас, должны стать более ценными. Ну, потому что вот так. В жизни бывает такая, в жизни бывает так. Да, к сожалению, в жизни так бывает. Но при этом необходимо понимать, как это влияет на вашу жизнь. Необходимо понимать, как это, как бы, затрагивает лично вас. Сейчас необходимо понимать, чего именно вы боитесь, какой именно у вас страх появился в результате данного, вот, ну, в результате данной ситуации, в результате данного момента, в результате данных обстоятельств. Понимаете, вот это, пожалуй, является самым-самым главным, если мы говорим об этой ситуации. И вам необходимо, вместе с психологом, либо вместе со своими родными, да, ну, вот, значит, вам необходимо проанализировать, что именно в вас это дело. И просто стараться жить по изменившимся обстоятельствам, с тем новым знанием, которое у вас есть. Не с переживаниями о случившемся, нет. Потому что вы не можете изменить того, что уже произошло. А именно, с новым знанием. Возможно, на какое-то время вам имеет смысл побить где-нибудь в другом месте, если такая возможность есть. Возможно, вам имеет смысл сменить ненадолго место пребывания. Это было бы полезно для вас и полезно для ребёнка. Вам необходимо разговаривать об этом. То есть, неважно с кем. Там, например, может быть, с мужем или с психологом, если вы выберете такой способ. Либо с кем-то из своих, подруг, близких. Вот. То есть, необходимо это проговаривать. Но говорить нужно не о том, что случилось, а о том же, что волнует именно вас. Что волнует лично вас. Что беспокоит лично вас. Что задевает лично вас. Что заставляет бояться лично вас. То есть, говорить нужно о себе. О том, чего вы не понимаете. О том, что вам не понятно. О том, что вас беспокоит. Ну, например. Например. И вот именно на эту тему, именно в этом направлении, именно по этому вектору развития. И можно, как бы, двигаться для того, чтобы с наименьшими потерями для вас и для ребенка выйти из этой ситуации. Потому что, ну, вы же понимаете, что ваше состояние, да, оно влияет и на ребенка тоже. На вашего ребенка тоже. И я уверен, что вы не хотите, чтобы с ребенком все это случилось. Или чтобы на ребенка влияло как ваше состояние. Поэтому, чем быстрее вы переживете это, сможете пережить. Чем быстрее вы как-то вот поймете, что же именно вам сигнализирует ваши эмоции. О чем они пытаются вам сказать. О чем они пытаются до вас нанести. Что именно вам требуется изменить в своем поведении, в своем отношении, в своем восприятии людей, например. Или отношении, например. Вот. И увидев для себя это все, и скорректировав для себя это все, вы, естественно, придете в успокоение, норму и гормону. Потому что будете знать, что именно вас беспокоит. Что именно вам не приятно. Что именно вам не по себе. От чего именно вам так тяжело, допустим. Вот. Понимаете? Такая вот история. Понятно, что один мой ответ, и один ответ кого-либо. Вас не успокоит. Прямо это нужна работа. Определенная длительность. Психологическая работа. Ответы на ваши вопросы, которые у вас возникнут сейчас, потом. Страхи, какие-то мысли. Все это требует обсуждения. И есть только два, максимум три человека, с которыми вы будете этим поделиться. Первое. Это ваш муж. Второе. Это ваш отец. Третье. Это психолог. Ну и еще может быть подруга, но это поскольку. То есть не каждая подруга, не каждый друг захочет выслушивать. Ну, от вас подобные истории, подобные проявления и так далее. Вот. Далеко не каждая. Винить их за это не стоит. Они такие вот, какие они есть, да. Вот. Винить их за это не нужно. Поэтому лучше не испытывать, ну, лучше не испытывать своих друзей, а лучше все-таки либо к самым близким обращаться, либо к специальным людям, специалистам. Ну и подумайте, как бы вы могли себя отличить сейчас. Просто подумайте. И не забывайте, что успокоительные бывают и чисто природные, природные, которые не вредят, значит, ну, не вредят организму и, соответственно, скармливанию грудному, например. Так же. Так же. Не вредят. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я всю zeggen за свое immediately clicер Junо иental incrementируется Нandaag.